Всем доброго дня! В прошлых видео мы говорили об орхидеях, об уходе, поливе, пересадке. Сегодня мы более подробно рассмотрим тему удобрения для орхидеи. Перед тем, как удобрять орхидею, важно знать несколько правил. Удобрение важно вносить в период активного роста, то есть когда вы визуально заметили, что начали расти листья или корни. Если вы пересадили орхидею в новый горшок, не стоит удобрять ее в течение одного месяца. Подкормка на сухие корни может их обжечь, поэтому перед этим растение следует полить. Если вы ни разу не подкармливали орхидею, не стоит это начинать, в период активного цветения вы можете уменьшить его сроки. Среди большого многообразия удобрений для комнатных растений существует специальное удобрение для орхидей разных производителей Агрикола, Флорика, Флоргумакт или Фаска. Существует два способа подкормки удобрения корневая и вне корневая, то есть листовая. Корневое удобрение для орхидеи. Перед подкормкой обязательно следует полить цветок до полного смачивания корней. В емкость с чистой водой добавляют удобрение, согласно указаниям на этикетке. Медленно помещаем в озон с цветком на 15-20 минут. После подкормки лишний раствор должен обязательно вытечь из горшка и не оставаться в поддоне. Внекорневая подкормка для орхидей, то есть листовая, подходит в случае повреждения корневой системы, если нужно срочно доставить питательные вещества растению. При хлорозе, то есть недостатке микроэлементов или в период активного роста корней, поскольку в это время их можно обжечь корневым удобрением. Листовая подкормка для орхидей производится в пасмурную погоду, либо утром или вечером во избежание попадания прямых солнечных лучей. Опрыскивание производится тщательно на верхнюю и нижнюю часть листьев и видимые корни. Не допускается попадание раствора на бутоны и цветки. Важно знать, что для вне корневой подкормки требуется средство в два раза меньше, чем для корневой. Внимательно читайте инструкцию.